Доброе утро! Вы смотрите новости. С вами Егор Матаев. Ночной выпуск главных тем. Сотни тысяч комплектов масок, перчаток, халатов и антисептических средств прибыли на временный склад Краевой избирательной комиссии. В край на сумму около миллиона рублей поступило новое медицинское оборудование для детей с муковисцидозом. Министр здравоохранения посетил Краевой диагностический центр. Сотни тысяч комплектов масок, перчаток, халатов и антисептических средств прибыли на временный склад Краевой избирательной комиссии. С подробностями наш корреспондент Константин Ганов. Вот это временный склад Краевой избирательной комиссии. Каждый участник голосования будет получать вот такой набор в герметичном пакете. Здесь маска для голосования и перчатки. Вода для членов избирательной комиссии от Алтайского, кстати, производителя. А здесь, чтобы вы представляли себе объем наборы на одну территориальную избирательную комиссию. 25 участков. Здесь тоже маски, перчатки, халаты и все остальное. А всего в Крае 1800 избирательных участков. Сегодня мы завершаем прием всех видов поставок средств индивидуальной защиты. А это колоссальные объемы перчаток одноразовых для членов избирательных комиссий. Я сейчас работаю именно в таком варианте перчаток. И для участников голосования. Это однозначно маски медицинские для всех участников голосования и членов избирательных комиссий. А для обеспечения особых форматов безопасности защиты это бесконтактные медицинские термометры. Напомню, 1 июля 2020 года состоится всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Избирательные комиссии по всей стране делают все необходимое, чтобы мероприятие прошло максимально безопасно для избирателей. И к другим темам. Более 11 миллионов рублей направили в Алтайском крае на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Два участника войны и шесть вдов ветеранов Великой Отечественной получили новые квартиры. Деньги выделены из федерального бюджета. Как сообщают Министерства социальной защиты региона, сегодня в очереди нуждающихся в жилье стоят 13 человек. Члены семей погибших или умерших участников войны. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов по поручению губернатора посетил три медицинских учреждения города, в которых возникли разногласия между сотрудниками и руководством по вопросам начисления заработной платы, укропнения детского травматологического отделения, а также подготовки к снятию карантина. Конфликт в краевом центре охраны материнства и детства возник из-за реорганизации ортопедического отделения. Два отделения объединили в одно, из-за чего врачи пожаловались на дефицит коек. Министр здравоохранения региона пообещал разобраться в ситуации. Поэтому, если еще раз решение будет, и будет аргументация в части необходимости расширения коечного фонда, мы это решение примем. Врачи роддома номер один попросили работать в обычном режиме. Однако выяснилось, что руководство медучреждения не выполнило предписание распотребнадзора. А ведь безопасность пациентов превыше всего. Необходимо продемонстрировать готовность к безопасному оказанию медицинской помощи женщинам и безопасной ситуации в отношении медицинского персонала. В краевом диагностическом центре врачи пожаловались на выплату заработной платы в размере МРОД. Как оказалось, из-за эпидемиологической ситуации плановую медицинскую помощь в центре не оказывали около двух месяцев. Многие сотрудники находились на самоизоляции. Это сказалось на зарплате. Отметим, врачи, которые работали в красной зоне центра, то есть с ковидными больными, положенные выплаты получили. Дмитрий Попов заявил, что сейчас говорить об открытии центра для плановой помощи рано. Что касается заработной платы, коллективу нужно пересмотреть условия трудового договора. Изменения у вас в коллективном договоре, они, я повторюсь, перезрели. Надо садиться и обсуждать вопрос. И обсуждать, пожалуйста, просьбу, увлекать коллектив в обсуждение этого вопроса. Дмитрий Попов пояснил, министерством разрабатываются меры для поэтапного возвращения медучреждения в обычный режим работы. Иван Горбатов, Анатолий Фукс, новости. В крайную сумму около миллиона рублей поступило новое медицинское оборудование для детей с муковисцидозом. Его получат все 33 ребенка края, которым жизненно необходимы ежедневные процедуры. А жизни ребенка с непростым диагнозом в нашем сюжете. Настя ничем не отличается от шестилетних сверстников. Показывает свои любимые игрушки, проводит время с братом, играет с котом. А прыжки на батуте стали даже обязательной частью дня. Для девочки, у которой сложное генетическое заболевание муковисцидоз, любые физические нагрузки только на пользу. Они помогают дышать. Без процедур не обойтись, их делают несколько раз в день. Начинается вечер, одна ингаляция, проходит потом час, вторая ингаляция. Самое сложное, конечно, что приходится очень много делать ингаляции именно антибиотиками, потому что без них никак. Конечно, великая проблема, что лекарств, конечно, катастрофически не хватает. Но вот стараешься как-то где-то что-то. О страшном диагнозе родители узнали, когда ребенку был всего месяц. Девочка родилась с подозрительно низким весом. Сдали анализы, результат оказался положительным. Муковисцидоз – заболевание, которое поражает дыхательную и пищеварительную системы. В них увеличивается вязкость слизи. Из-за этого начинаются трудности с дыханием. Я сама себе сказала, хватит рыдать, хватит реветь. Руки-ноги у нас на месте. Мы живем, мы движемся, мы дышим. Значит, мы будем привыкать жить так в этом мире, насколько это возможно и насколько это для нас будет благоприятно. При таком диагнозе держать дома животных вредно. Нельзя чипсы и газировку. Но родители делают все, чтобы девочка жила обычной жизнью и балуют ребенка. Настя занимается эстрадными танцами, плаванием. В свои шесть у Насти немало наград. У меня вот эти две медали. У меня с первого соревнования. По чем? По какому виду спорта? Я с поплаванием. Я плаваю кролем, брасом и русалочкой. Настя стала одним из 33 детей, кто получил помощь Алтайского детского фонда в рамках проекта «Поддержим ребенка». Старое оборудование не всегда хорошего качества. Приходилось долго стерилизовать. А ведь ингаляции нужно делать по шесть раз в день. А пульсоксиметра, прибора для изменения уровня кислорода в крови, не было вовсе. На помощь приходила мама-медик, которая на глаз определяет момент, когда дочери не здоровятся. Вообще это очень шикарный подарок. Это Вайнеп. Знаете, это мобильный небулайзер, который, в принципе, знаете, столько проблем решает. С ним можно выехать на природу. С ним можно выехать хоть куда. Вот сейчас мой ребенок идет в первый класс. И без него нам было бы очень сложно обойтись, потому что у нас ингаляции пять штук. Где-то иногда даже шесть в день раз мы дышим. Среди подарков от фонда новое устройство для стерилизации, тренажеры для дыхания, теперь это немного облегчит маме Насте проведение процедур. «Марафон поддержим ребенка» – уникальный проект. Благодаря этому проекту нам удается вытягивать даже тяжелобольных детей, которых не остается никаких шансов. Вот покупая это оборудование, покупая лекарственные препараты, это очень большое дело. Вот я сейчас хочу прямо обратиться ко всем, кто меня слышит, что, пожалуйста, не бросайте этот проект, поддерживайте его, потому что за ним стоят детские судьбы, детские жизни. Пандемия коронавируса постепенно идет на спад. И многие задумываются, а что, если я переболел без видимых симптомов и даже не зная об этом? Ответить на этот вопрос поможет тест на антитела. Лабораторное исследование на себе проверил мой коллега Глеб Полянский. В интернете популярна теория, что вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в России еще до введения санитарных ограничений. А многие жители страны переболели еще тогда, зимой. Кто бессимптомно, а кто достаточно тяжело. В редакцию нашего телеканала неоднократно обращались с просьбой проверить эту информацию. Сделать это позволяют современные тест-системы. Сделать тест на антитела к коронавирусу можно в одном из барнаульских филиалов медицинской компании «Инвитро». Для этого достаточно иметь при себе паспорт. Противопоказаний как таковых нет. Главное не болеть ОРВИ и не есть перед процедурой как минимум 4 часа. Крови берут совсем немного. Несколько миллилитров достаточно, чтобы провести исследование. Каждая пробирка запечатана и вскрывается в присутствии клиента. Процедура занимает менее 5 минут. И совсем не больно. Тест покажет, есть ли у вас различные классы антител к новой коронавирусной инфекции. Они формируются как ответ организма на заражение. А их наличие в крови свидетельствует не только о перенесенном заболевании, но и о формировании иммунитета к возбудителю. После забора крови анализ производят в лабораторных условиях. Далее биоматериал при помощи строгих, при аналитических требований направляется в Новосибирск. И выполняется исследование на высокотехнологичных отечественных тест-системах VectorBest. В краевой столице у Инвитро 6 офисов, еще один в Новоалтайске и два в Бийске. Сдать анализ можно и на дому. Для этого достаточно оставить заявку по телефону. Это особенно удобно для маломобильных граждан и тех, кто избегает лишних социальных контактов. Результат будет готов в течение трех рабочих дней. Его пришлют в СМС или по электронной почте. Глеб Поленский, Анатолий Фукс. Новости. На этом пока все.